Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня очень важная, важнейшая тема и интересная. Кстати, спасибо за вопрос, который прислал подписчик. Звучит он так. Можно ли делать декомпрессионную гимнастику между подходами на приседания и на становые тяги? Друзья, это очень важно. Дослушайте этот ролик до конца, и вы убережете свое здоровье, убережете свои межпозвонковые диски, и если у вас есть проблемы, не будете их усугублять. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Я приношу извинения за то, что раньше сам не додумался рассказать вам об этом. А ведь это очень и очень важно. Вы знаете, у меня у самого межпозвонковые грыжи и протрузии. Доктора лечили меня, лечили, да никак не вылечили. Три года мучили меня, мне становилось только хуже, пока я сам за себя не взялся и не вернулся к нормальной жизни. Сейчас снова приседаю за 200 и тяну за 200. Ну что, друзья, давайте перейдем непосредственно к теме данного ролика. Вы видите, что я постоянно рекомендую, настаиваю на том, чтобы вы делали экстензии в начале тренинга и гиперэкстензии в конце тренировки. Также в конце тренировки я рекомендую делать декомпрессионную гимнастику, которая не мое авторство, а взял я ее из йоги. О чем я не скрываю. Просто я сложил все это в систему, которая помогла мне и не одной тысяче человек. Уже помогла и будет помогать еще не раз. Почему же, друзья, именно так? Экстензия в начале тренинга, а гиперэкстензия в конце тренинга. Давайте сразу расставим точки над «и». Что такое экстензия? Для меня можете спорить, не спорить. Экстензия – это когда ноги закреплены, а двигается корпус. Делаете разгибание спины. Гиперэкстензия – это когда корпус закреплен, а вы двигаете ногами. Все это нужно только для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Когда вы делаете экстензии спины в начале тренинга, многие жалуются на то, что спина забивается. Да, действительно, и это хорошо. Кровь, которая приходит в мышцы, гарантирует вам то, что мышцы, наполненные кровью, в тонусе, будут держать ваши позвонки. И это ни в коем случае не мешает приседаниям, тягам, или что бы вы ни делали на данной тренировке. В конкретный сегодня день. Наоборот, это помогает и будет беречь ваши позвонки, ваш поясничный отдел позвоночника. Нужно понять, что экстензия спины – это не декомпрессия. Это непосредственная работа мышц поясничного отдела позвоночника. Это тоже очень и очень важно. Их нужно тренировать обязательно. Помните, я вам рассказывал о тонических и фазических мышцах? Кто не знает, срочно посмотрите ролик об этом, а лучше почитайте мою статью. Кстати, в книгах об этом очень подробно написано. В свою очередь, гиперэкстензия – это единственное движение, упражнение, которое действует декомпрессионно на поясничный отдел позвоночника. Другими словами, растягивает позвонки, а не сдавливает их, как вся наша жизнедеятельность в целом. Этого же эффекта вы добиваетесь, когда делаете вытяжку под водой или на специальном столе. Также этого можно добиться, когда вы используете гравитационные ботинки, антигравитационные ботинки, подвешивая себя вниз головой. Это тоже декомпрессия. Так вот, друзья, декомпрессия крайне важна, но она очень опасна. Если вы после декомпрессии совершите какое-то неловкое движение, это может усугубить нашу с вами проблему. Поэтому, когда вы ходите на вытяжку, по крайней мере, со мной было так, у меня был очень хороший доктор, она мне объяснила, что декомпрессия, когда происходит, нужно, по идее, хотя бы 30-40 минут лежать еще после этого. Ни в коем случае не садиться и не делать резких движений, особенно поворотов и наклонов. Вот для чего и был придуман корсет, специальный корсет с такими металлическими вставками. Он нужен как раз таки для того, как после процедуры вытяжка вы дойдете или доедете до дома. Это очень важно понимать. Так вот, друзья, исходя из этого всего, вы сами уже догадались, я уверен, что декомпрессионные движения ни в коем случае нельзя выполнять во время тренировки, перед тренировкой, между подходами. Декомпрессия – это последнее, что вы будете делать сегодня в тренажерном зале. После этого можно полежать, поделать гимнастику, она тоже декомпрессионная, плавненько привести себя в состояние покоя, потому что растягивается все в поясничном отделе. И как вы понимаете уже, чтобы не навредить себе, нам нужно относиться к этому крайне осторожно. Очень-очень осторожно. Ни в коем случае не вздумайте делать гиперэкстензии в начале тренинга. Только экстензии, гиперэкстензии, друзья, делаем в конце тренинга. Обязательно, обязательно, после декомпрессии, очень плавно вставайте, ни в коем случае не спрыгивайте с тренажера. И желательно, если вы делаете после этого заминку, а не перед гиперэкстензией, я рекомендую делать перед гиперэкстензией, то делайте что-нибудь простенькое на эллипсоиде или просто идите пешком по залу, ходите кругами. Но ни в коем случае не садитесь, ни в коем случае не бегайте. Это только навредит. Это сделает хуже. Вот почему у многих после декомпрессионных упражнений или гимнастики могут возникнуть боли. В идеале вы делаете гимнастику в начале вашего дня, после того, как проснулись, и в конце дня, а также после тренировки. В конце дня делаете уже непосредственно перед тем, как собираетесь отходить ко сну, вместе с вашими упражнениями на растяжку. Да, растяжку лучше всего делать, медики это подтверждают, через 11-12 часов после того, как вы проснулись. Если вы посчитаете, то как раз получится время перед сном. Это, во-первых, снимет спазмы, расслабит вас, вы будете лучше спать. А качество сна, вы знаете лучше меня, влияет непосредственно на ваше восстановление, на ваше самочувствие, как вы будете себя чувствовать на следующий день. Обязательно прислушивайтесь ко всему этому. Ни в коем случае не относитесь к этому безалаберно, даже если у вас нет никаких проблем с позвоночником. А вы знаете, что тот, кто тренируется, а особенно тот, кто не тренируется и ведет современный образ жизни, на работу на машине или в общественном транспорте сидим, на работе сидим, в офисе, везде сидим, с работы сидим, дома сидим перед телевизором. Понимаете, происходит совершенно не то, к чему нас приспособила природа. Сидеть – это не наше с вами. И бегать – это тоже не нормально. Нормально – это ходить. Сколько вы ходите каждый день? Возьмите за правило в любую погоду прогуливаться перед сном. Во-первых, это опять-таки улучшит качество сна. Если вы будете гулять вместе с любимым человеком, это будет укреплять ваши взаимоотношения. Это скажется на вашем восстановлении. И вообще, это скажется очень положительно на позвоночнике. Почему? Если кто не знает, поясню. Все в нашем организме получает питательные вещества вместе с кровью. Но вот позвонки, к ним не подходят кровеносные сосуды. И позвонки питаются за счет диффузии, то есть за счет воды. А как это происходит? Как губка. Сжимаете ее – вода уходит. Разжимаете – вода приходит. Точно так же питаются и наши с вами межпозвонковые структуры. И для этого что нужно? Естественно, достаточно пить. Вот почему необходимо пить чистую воду. Ни чая, ни какие-либо соки. Конечно, многие говорят, какая разница, это ведь тоже жидкости. Друзья, как только вы добавили что-то в воду, это перестало быть водой. Это становится чем-то другим, становится какой-то питательной средой. Нам с вами нужна чистая вода. Именно для того, чтобы был здоровым наш с вами позвоночник. Поймите, насколько это все важно. Когда вы идете пешком, как раз таки происходит вот эта диффузия. Позвонки сжимаются, разжимаются, сжимаются, разжимаются. И происходит поступление питательных веществ. Ни в коем случае не бегайте. Быстрая ходьба – это здоровье. Ну что, друзья, придумывайте. А может быть вам и не нужно придумывать. У вас уже возникли какие-либо серьезные вопросы. Обязательно пишите их в комментариях. Не стесняйтесь, не бывает глупых вопросов. И лучше показаться кому-то дурачком, но получить для себя ценную информацию. Я никогда не стесняюсь задать вопрос человеку, который в чем-то компетентнее меня. А вы понимаете, что никто не может быть компетентным во всем. Когда вы мне задаете какой-то вопрос определенный, я ведь тоже много чего не знаю. Возможно, есть люди среди вас, которые знают гораздо больше меня. И я просто нахожу информацию, изучаю этот вопрос и выдаю ее вам. Конечно же, так как все связано в основном, что вы мне задаете с питанием, тренингом, восстановлением, это больше практика моя, моих учеников, и я могу вам отвечать. Но, как вы видите, в комментариях приходят вопросы совершенно на разные темы. Поэтому, друзья, пишем. И вы видите, я на все ваши вопросы отвечаю. А на многие даже снимаю вот такие видеоответы, видеоролики. Спасибо вам за это. Спасибо, что помогаете развиваться мне и каналу. Мы развиваемся вместе с вами. Это очень и очень важно, и это очень ценно для меня. Поверьте, я это очень сильно ценю. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, а это видео не может адекватному человеку не понравиться. Если вдруг что-то не понравилось, вы нашли какой-то косяк в моих рекомендациях, ставьте дизлайк. Но просьба, чтобы не казаться дурачком, напишите в комментариях, с чем вы не согласны, в чем я не прав. И тогда мы все с вами, подписчики и я, и вы в том числе, оценим, насколько вы компетентны, насколько вы адекватны. Или вы просто же тролль и хейтер, которые в принципе тоже нужны, потому что каналу помогает развиваться как лайк, так и дизлайк, а особенно комментарий. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу. Как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok